Отчеты участковых инспекторов проходят регулярно. На них, кроме жителей полицейских, присутствуют и члены общественного совета при МВД. Что касается деятельности общественного совета. Общественный совет, как наблюдательный орган, существует и осуществляет свою деятельность в рамках закона об общественных советах, а также помогает работе участковых инспекторов в коммуникации с жителями Одинцовского района. Сегодня такое собрание у нас будет. Наверняка будут задаваться вопросы. У жителей лесного городка к полицейским накопилось немало вопросов, причем самой разной направленности. Бесхозные машины, они стоят, например, достаточно долго и годами. Просто уже ржавеют. Нельзя ли напротив той остановки, которую сделали в перекрестке, около перекрестка, напротив сделать, чтобы все жители могли ехать спокойно в Перхушково, в поликлинику? Удобные условия для проживания. Вот что требуют жители. Но комфорт – это прежде всего безопасность. За нее и отвечают полицейские в первую очередь. Заместитель начальника лесногородского отдела полиции по охране общественного порядка Евгений Чернушевич и старший участковый уполномоченный Александр Хованский вместе с помощниками не оставили без внимания ни одну жалобу. Но к некоторым обращениям хранители права порядка отнеслись особенно серьезно. Например, к просьбе проверить местный швейный цех по производству мягких игрушек. Три года назад или сколько-то, вы, наверное, все помните, как вывозили КАМАЗ целый игрушек. Вот это производство никуда не закрылось, оно так и есть. Когда мы туда попали три недели назад, там полностью поролон, ветошь, мягкие игрушки. Там люди живут, люди есть, готовят, стоят плитки, проводка вся висит в ненадлежащем состоянии. Если все это вспыхнет, все в огромных мягких игрушках. Если это вспыхнет, там от дома ничего не останется. По данному факту материал у нас был собран. Направили и в Государственный административный технический надзор, плюс в пожарную часть, и плюс также материал передали основной в БЭП, в нашу МВД Денцовская. Татьяна Александровна, отдел по борьбе с экономическими преступлениями изъял игрушки, направил на экспертизу. Сейчас если покажут, что они вредны, сразу же возбудет уголовное дело. Одна из жительниц поселка Дубки Татьяна Михайловна давно не дает расслабиться лесногородским полицейским. Она обращается к ним регулярно с просьбой установить дежурство вблизи ее дома, который находится около леса. По ее словам, усилить патрулирование необходимо, а причин для этого долго искать не придется. Я приезжаю домой поздно, я езжу своим ходом часто. Уже боюсь ходить. Почему? Потому что из леса выползают просто пьяные, обкуренные, не знаю какие. Татьяна Михайловна хоть и ругалась, а ведь желание у нее только одно – как можно чаще видеть сотрудников лесногородского отдела полиции, которые в свою очередь заверили Татьяну Михайловну, что патрулирование данной местности осуществляется регулярно, но если нужно, они будут дежурить еще чаще. По словам лесногородских полицейских, подобные отчеты – важная часть их работы. Такие встречи способствуют налаживанию диалога между населением и правоохранительными органами. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.